Мы приветствуем Ольгу и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своей биополе наперед сеанса. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ольги, под ногами, и становится ее заложником. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Ольги, находит все. А не, знаешь, нижняя часть тела, как утяжелитель какой-то, не скажу, что это гиря, он большой очень, такой, как плита какая-то железная. Хорошо, я даю команду на счет 3. Этот утяжелитель выходит из ее биополей, один, два, три, и отправляется в клетку-тюрьму. Он в клетке, но он соединен с ней. Хорошо, будем смотреть дальше. Сканер сканирует. Ждем окончания скана. Не может он сканировать. В общем, вот этот утяжелитель, он соединен полностью с ней проводами. Хорошо, все понял, хорошо. И я даю команду на счет 3. Все, что связано с этим утяжелителем, все подключки, все импланты, конвекторы, на счет 3 отключаются. Отключаются. Один, два, три, и безболезненно выходит из всех семи тонких тел Ольги на частоте этого утяжелителя. Все выходит. От нее как провода отходят с головы, как такая сеточка металлическая уходит. Даю энергии Ольге, сколько ей необходимо. Она получает эту энергию. Выдавливает. Один, два, три. Все выходит. Готово. И летит в клетку, где находится этот утяжелитель. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканирование. Обнаруживает все подключки, все чужеродные энергии, выстраивает каналы и притягивает ответственных в клетку. Небес. Арахноид. Арахноид. Зеркон. Какой? Красный. У нее рептилоид. Репт. Дальше. И грей. Конструкция их. Сколько грейов? Два. Два грея. Ставим маячок над греями. Неорганические. Загораются красными, органически зелеными. Один, два, три. Оба зеленые. Хорошо, грей с рептилоидом. Кто из вас готов испытать на себе вашу конструкцию? На полной мощности. Нет, они махают. А почему нет? А на каком основании вы входите в биополе Ольги и устанавливаете ей эту конструкцию и не хотите сами на себе это испытать? А где же здесь? Говорят, что ей нужна эта конструкция для поддержки. Для поддержки чего? Жизненного. Кто это говорит? Тонуса в организме. Кто это говорит? Грей. Грей. Я сегодня вам такой жизненный тонус устрою в организме. Вы его запомните на всю свою оставшуюся жизнь. Вы реально не поняли, куда вы сегодня попали. И что мне так отвечать нельзя. Прежде всего, врать мне нельзя. Я вам сегодня об этом объясню. Итак, Верочка. У нас канал утяжелителя относится к грейву с рептилоидом. Красный дракон. Считай, пожалуйста, цифры над головой. 718. Хорошо. Одна голова у него? Одна. Хорошо. Арахнует. Как долго ты находился в этом биополе? Он не арахнует, он инсектоит. Инсектоит. Как долго ты находился в этом биополе? Пять лет. Пять лет. У тебя есть что-то в квартире у нее? У Оль. Хорошо. Считай, цифры у беса над головой. Восемь. Восьмигерцовый. Хорошо. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Три года. Три года. На что зашел? На раздражение, крик. Начинаем с реверса энергии. Яду и команду тонкой копии Ольги спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственной копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Что она получила от них, возвращается к ним. Дракон, как долго ты находился в этом биополе? Два года. Где ты зашел? В квартире? Да. Там порталы? Платы мои. Твои платы. Ты же понимаешь, что мы сегодня будем квартиру чистить, да? Понимаю. Хорошо, дракон. После чистки я тебя отправлю в квартиру. Соберешь все, что ты там оставил. И будешь дожидаться нас. После этого я проверю. И открою я тебе портал на твою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Рептилоид. Как долго ты находился с Грейми в этом биополе? Не очень давно. Больше 10 лет? 23 идет цифра. 23 года. Какое счастье. Вот как повезло Ольге. Что вас 23 года держало в этом биополе? Они показывают. Они потихоньку подстраивали. Какая цель была? Подстраивание. Потихоньку. Как у нас с реверсом, Вера? Реверс идет. Высилим потоки в 50 раз. Итак, Грей, я смотрю, вы действительно хотите на себя испытать сегодняшний ваш утяжелитель. Раз вы так кооперируете, значит вы этого заслужили. Они показывают. Они показывают, как они, ну вот этот утяжелитель, он рос. Да. Он разрастался. И они, ну снизу вот подключали. Они полностью исследовали биоробот, трение биоробота. То есть они подключки делали к кровеносным сосудам, к нервным клеткам. И, ну вот, выше, выше подключали. Потом до головы дошли. Сеточка на голове. Какая цель? Мост изучали. Мост. Цель была изучение? Геологического робота. Для чего вам нужно именно этот экземпляр? Что в нем такого особенного, что вы его изучали? Они не договаривают, Вера. Ревер закончился? Они даже говорят, что совмещение определенной души с биороботом, изучение этого, ну и откачка энергии, естественно. Вы хотели ее клонировать? Они хотели не то, что клонировать. Да, может быть клон без души. А утяжелитель, какая цель его была? Магнит. Что он делал, как он влиял на физическом? Актизировал все ее биополя. И? Причинал ей что? Каким действием вынуждал? Какую реакцию вызывал? Он вызывал неопределенные магнитные поля. Она была или полная, как они говорят, или размагниченная. Мне непонятно, что такое полная, что такое размагниченная. Она размагниченная, у нее была усталость очень сильная. Вот. А когда она полная, приливы она чувствовала. Приливы энергии, понятно. Это все было неконтролируемо. Меня интересует вопрос Бес. Она каждый раз, когда входит в квартиру, испытывает в прихожей чувство ужасного раздражения. И дальше начинается скандал. С чем это связано, Бес? Воронка там. То есть она реагирует на эту воронку или на сущности, которые там живут? На что именно? Там есть кто-то конкретно? На вибрации нижней. На нижней. Все понятно. Хорошо, Бес. Понятно. А может быть кто угодно. Бес, у тебя есть что-то в квартире? Есть. Хорошо. Мне тоже надо будет тебя вернуть. Реверс закончился. Хорошо. В квартиру, после того, когда мы закончим. И еще мне Бес, скажи, мне есть лярвы на теле в ее биополе? Да. Ниже вата спина. Хочешь попросить меня их забрать? Да. Хорошо. Когда мы дойдем до чистки, до твоего, когда ты все уберешь, я тебе дам отдельную команду забрать эти лярвы. Все. Переходим к устанавливанию фильтра с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ольга забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Ольга себе обратно. Инзиктот, у тебя в квартире ничего нету, да? Нет. Хорошо. Значит, только у Беса у нас осталось и у Дракона. Рептилоиды с Греями у вас ничего нет в квартире? Нет. Грей, так вы 23 года не выходили из этого биополя, получается, да? Почему выходили? Хорошо. Просто я встречал Грея, которые очень долго сидели и не были в курсе последних информаций, которые там, изменений, слишком долго сидели. Даже устаревшие у них были присадки. Я поэтому хотел спросить, у вас актуальны или устаревшие подключки? Ну, они говорят, что когда они начали свою деятельность, им было именно интересно совмещение души и биоробота. В дальнейшем они стали злоупотреблять откачкой энергии, применения в своих нуждах. Вы для своих нужд использовали для себя лично или вы отправляли в централизированное место эту энергию? Максимальный процент энергии, сколько вы забирали? Откачка какая была из 100%? 30. 30%. Ну, она должна по-любому это было чувствовать. Хорошо. Как у нас с реверсом? Кончился. Хорошо, Грей, давайте выходите. Что-то еще осталось в биополе? Проверяйте, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет двумя миллионами герц. Если что-то оставите или забудете, не имеет значения, все по каналу перейдет к вам. Вы просто сгорите в клетке. Поэтому давайте просмотрите. Ничего ли случайного вы еще там не забыли? Основное я вытащил уже. Ручная сканера не просматривает. Говорят, что рассинхронизация нужна. Рассинхронизируй и конструкцию, с которой вы были связаны. Значит, ничего такого, кроме рассинхронизации, нет, да? Скэнер ручной. И когда водят им, вокруг нее как на магнит прилетает пылька. Это в их интересах? Достаточно. Мы по-любому ее выдавили, но все равно хорошо, пусть выходит. Хорошо, так выходит дракон, красный, вытаскивает все свои платы, которые он оставил в биополе. И докладывает о готовности к проверке. Приступай. Иди, откуда он вытаскивает, Вера? Два верхних поля, фиолетовая, синяя, чакры. Готово. То есть, дракон, ты перекрывал полностью видение, правильно? И прием космической информации, или транслировал только то, что ты хотел. Я так понимаю? А, да. Понятно. Хорошо. Так, выходит инзиктоид. Вытаскивай все, что я оставил, всю жидкость откачивай. Если есть инкубатор, все вытаскивай. И возвращайся в клетку, докладывай готовности к проверке. Живот не живота, забирает инкубатор. Хорошо, без твоей очереди, выходи. Вытаскивай все, что я оставил. В клетку не возвращайся, просто доложи меня. Ты готов к проверке. Приступай. Скина нога у него. Хорошо. Вытаскивай. Снимай. Хорошо. Бес, я тебе разрешаю снять все лярвы, которые находятся в биополе у Ольги. Приступай. Ничего не забывай. Спина и низ живота снял. Спина и низ живота. Низ живота это был у нас от инзиктоида. А спина откуда? Бес? От конструкции. От конструкции. Хорошо. Все, переходим к рассинхронизации. На счет 3 я даю команду на рассинхронизацию. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. И я подхожу сейчас к Ольге, к ладурке на плечи. И даю ей столько энергии, сколько необходимо, чтобы она сожгла все каналы к интерферентам. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Сжигаются все каналы, отлетают. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Я даю команду на счет 3. Сканер проводит контрольную проверку. Малейшие наночастицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное было забыто в биополе, загорается ярко красный маячок. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел у Ольги. И проводит контрольную проверку с корректировкой. Не чисто, но ей нужна вот эта конструкция вернуть, если что-то осталось. Я сейчас закончу. Чисто. Хорошо. И на счет 3 выстраиваю от Ольги прямой канал к этому утяжелителю, к этой конструкции. 1, 2, 3. И на счет 3 она забирает 3 по праву, возвращается назад к Ольге. Усиливаем потоки до последнего микрона, все свое назад по праву. Много идет, Вера? Знаешь, идет слово «человек». Человеческая энергия, да? Не только энергия, биоматериал тоже. И биоматериал. Готов. Хорошо. Я в таком случае хочу спросить у Ли. Ли, выйди, пожалуйста, на связь. Да, слушайте. Я приветствую тебя, Ли. Такая ситуация, мы сейчас, когда делали реверс энергии, вернее, все, что осталось в конструкции, которую установила рептилои с двумя греями, 23 года сидевшие. Там шло очень много человеческой энергии, очень много живой энергии. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Насколько это вообще легитимно? Она говорит, что они их заберут, потому что это старая конструкция. Да. И то, что они делали, то есть она работала до какого-то года, а потом они просто пользовались, начали свое усмотрение, и забирать они их будут потому, чтобы установить, где еще такое стоит. Хорошо. Конструкция в клетке, мы все забрали оттуда, там ничего нет, можешь забирать. Она говорит, что конструкцию можешь уничтожить, а их они забрали. Они забрали рептилоида и кры. И под конструкцией открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3. И она улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Красный дракон, я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше не войдешь в это биополе. Отдает слово. Открывается, значит, 3. Портал в квартиру у Ольги, 1, 2, 3. И дракон красный уходит туда, собирает все свои платы. Хорошо. Хорошо. Инзиктоид готова уходить? Закрывая печатая, расставляя. Инзиктоид готова уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Инзиктоид уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, забывает дорогу назад. Готово. Хорошо, Бес, я тебя отправляю тогда назад в квартиру, дожидаясь у меня, собирай все, что у тебя там осталось. Ты понял, да? Да. Хорошо, открывается сейчас, значит, 3. Портал в квартиру, 1, 2, 3. Ольги и Бес уходит в квартиру и дожидается нас. Закрывая печатая, расставляя. Готово. Клетка пустая, ничего нет? Пустая. Хорошо, поехали дальше. Пройдемся по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Ангел. Ангел. Хорошо. У меня такое детское счастье внутри. Вет, чистота. Крылья справила? Они неправильный баланс ей дают. Она смеется. Ну, как привыкает. Пытается ощутить. Хорошо. Но не может устоять, пока смеется. Активация. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ольги до значения 700 Гц. Пошел подъем. Она говорит, знать, кто я это и есть, самое радостное событие в жизни. Потому что все остальное вытекает из этого. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Ольга? Она плачет от счастья. Хорошо. Мои эмоции переполняют, видимо. Видимо, по ней. То смеется, то плачет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!